Глава пятая. Что такое дно? Все, кто получил трезвость, описывают время, когда они испытали чувство дна. Дна, от которого им удалось оттолкнуться. Такое чувство есть, но его описание всегда выглядит очень странно. С одной стороны, нужно его почувствовать, но в то же время всегда предупреждают. Смотри, не пропусти. В болоте дна нет. Окружающие ждут, когда же наступит дно и спрашивают, а какие признаки того, что человек уже уперся в тупик? Таких признаков не существует. Это чувство ментальное, оно без ощущений, без объективных показателей. Когда человек окончил школу, его переполняет чувство «этот этап закончился, теперь все будет по-другому». Но не было никаких ощущений. Не было боли в предплечье, не было температуры, не появлялась сыпь. Какой клинический анализ покажет, что человек решил жениться, стать поэтом или уехать в другую страну? Получается, что чувство одна есть, но пятками в это дно не упрешься. Скорее головой или, где там у человека, душа. Очень сложно определить, что есть дно алкоголика, и на дне он уже или нет. Сколько раз приходилось видеть больных, которым из-за отморожения ампутировали пальцы. Сколько людей совершали жуткие преступления в нетрезвом состоянии. Порой алкоголик даже частично осознает, что делает плохо, и сознательно идет на это, считая, что уж после такого я точно брошу пить. Но проходит какое-то время, и все возвращается снова. Хотя бывает, что вроде незначительные потери, такие как утрата телефона, ссора в семье, потери работы, вдруг вызывают у человека чувство ужаса и понимания дна. Порой рассказы о таких случаях передают друг другу родные и делают неправильный вывод. Он будет пить, пока не разобьет машину, скорее бы уже разбил. Совсем не значит, что если кто-то бросил пить после развода, так же поступит и другой. Универсальной рекомендации просто нет. Тысячи людей теряли машины, семьи, человеческий облик, но все равно пребывали в неведении. Складывается впечатление, что человек сам себе рисует эту черту, но нарисовав, уже не стирает. Дно — это действительно состояние души, даже не ума. Умом алкоголик давно уже должен был понять, и уже понял, потом передумал, опять что-то доказал и вернулся. Но важно то, что дно — это только выбор, а еще не решение. Есть те, кто про себя так и говорят. Я давно добрался до дна, мне снизу постучали, и я пошел дальше. Чувство, что я уже на дне, — это чувство полной опустошенности, понимания абсолютного проигрыша. Фактически, это признание поражения, не временной неудачи, а полного бессилия. Признав этот человек, получает возможность что-то изменить, по крайней мере у него появляется выбор. Но признание это дается нелегко, не позволяет гордость, не пускают страхи. Нельзя признавать бессилие, надо бороться дальше. Да и все говорят, ты должен бороться, ты должен держаться. Дно — это отказ от борьбы. Как бы парадоксально это ни звучало, но именно отказ от борьбы позволяет человеку изменить направление. Один алкоголик рассказывал, что у него было чувство, что он долго пытался открыть дверь, пока не понял, что она открывается внутрь. Надо было просто отойти на шаг назад. Продолжение следует... Продолжение следует...